Все больше и больше москвичей начинают осознавать, какой огромный лохотрон затеяла сыграть с ними воровская власть. Уже и козе понятно, что для планового сноса пятиэтажек никакого нового закона не нужно, все уже давно продумано и отработано. А нужен новый нормативный акт для неконституционного отъема жилищной собственности, чтобы, как в Сочи или Бутово, и никто бы не вякал. Бульдозерами, заламываниями рук ОМОНом или более модной Росгвардии, а то ребята в масках без дела подзастоялись, этим и закончится. Кормовая база Чинуш от новых строек исчезла, строят в кризис все меньше и хуже, поток взяток, распилок, откатов все жиже. А тут гуляй-то не хочу, аж триллионы предполагают 2,5-3,5 триллиона рублей. Можно будет грамотно освоить в кавычках, да еще на всяком жульничестве нажиться. Главное, кто что имеет, тот то и получит. А весь излишек площадей вместо 5-ти этажных грянет 25-ти этажные, можно неплохо продать. Вот сколько желающих купить в приличном месте жилье в Москве за МКАДом стоит. Прямо от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей. Богатых людей поселиться в Москве достаточно. Итак, решили в мэрии и Кремле. Строим за бюджет. Пилим, заносим, откатываем. Даем лакомые куски близким нам, Ротенбергам и прочим членам кооператива озера. Еще пилим и откатываем. Продаем излишки жилья. Делимся наваром. И сваливаем из этого гребаного города муравейника с его жуткой пылью, грязью, дикими пробками и каменными джунглями без свежего воздуха и зелени. В уютные и чистые Европы и другие цивилизованные места. Красота! А эти бараны, то бишь москвичи, пусть выживают, как могут. А если не могут, ну не судьба, ребята. Мы не медом же сюда их заманивали. Проект реновации – афера по многим объективным причинам. А любая авантюра окончается провалом. Сколько их распиаренных людей уже провалили. Удвоение ВВП помните? Да, оно случилось. Только удвоением и даже утроением сроков ВВП Владимира Владимировича Путина на российском троне. Уже 18-й год пошел, конца не видно. Нацпроекты забыли? А тут вам и медицина, и жилье, и хрен знает чего только не обещали. Где она, правда, все это обещанное? А что с новой Москвой, куда грозились отправить на исправление всех чиновников, а Кремль отдать под экскурсии туристов, помните? Полный облом вышел, или я чего-то путаю? В Подмосковье настроено жуткое количество жилья, которое не продается, нет транспорта, нет детских садов, нет школ, больниц и парков. Вы чего думаете, дорогие москвичи, вас всех в хамовниках поселят? А с улучшением в 10% в Новогиреево не хотите? Не хотите, а придется. Найдут возможность вас туда утрамбовать. Что и в Новую Москву с удовольствием поедете. Куда вы денетесь? Я с удовольствием вижу, что часть москвичей уже всерьез пытаются торговаться с мэрией. Некоторые даже вроде как и за, типа Собянин им добра желает. Мало вам, дорогие господа МММ и властелины, ведь как о людях-то они заботились, когда деньги собирали, какие красивые обещания раздавали. Многие уши и поразвесили, кое-кому единицам помните, даже сперва показательно повезло, ведь в лохотрон всегда по первости везет в кавычках, чтобы ноготок поглубже завяз, а потом раз и ищи свищи жуликов в поле, вернее на Багамах или других райских местах. Думаете, раз государство за проектом сноса стоит не обманут? Это самое государство, которое множество раз вас обманывало. Да, государство самый большой кидало, причем бороться с ним бесполезно и порою даже опасно. В 1998 год не забыли, когда сам Минфин крупнейшую финансовую пирамиду выстроил. Вот оно в августе того года и рухнуло. И последнее. Вы до сих пор верите, что эта власть, 18 лет нагло обворовывающая Россию, решила на 19-й год измениться и облагодетельствовать народ? С какого перепуга? Просто скоро, на мой взгляд, в России грядут кардинальные перемирные. Поэтому многим, прежде чем сбежать, еще надо успеть набить карманы. А вдруг не успеют? Вот и торопятся изо всех сил. А вам, дорогие москвичи, это надо? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова